добрый вечер уважаемые друзья мы продолжаем наши традиционные эфиры по субботам это прямые эфиры когда вы можете задать любой вопрос касающийся психологических аспектов жизни человека это прямой эфир когда я могу видеть вас вы можете видеть меня мы можем общаться мы можем общаться вы возможно интересуетесь какими-то аспектами психотерапии поскольку я врач психотерапевт представлюсь гужагин виктор владимирович и занимаясь психотерапией уже порядка 30 лет вопросы которые я практикую каждый день возможно вас также тревожит и интересует поэтому пишите любой вопрос будем на них сегодня отвечать помимо такой стволовой темы которую мы сегодня будем освещать она эта тема но высветилась в результате нашего с вами опроса то есть мы вас спрашивали течение недели о чем вы хотели бы сегодня поговорить какие вопросы осветить и вот было несколько тем темы были такие как понять что у вас есть алкогольная зависимость например как побороться с с какими-то явлениями стресса которые каждый день могут возникать пока присоединяются члены нашей группы у нас уже достаточно большая такая команда участников нашего каждого эфира я немножко тяну время и вы тоже пока соберитесь с мыслями о чем бы вы хотели сегодня поговорить то есть как бороться со стрессом была тема который мы на голосование ваше выдвинули далее была вопрос была тема как бороться с тревожными мыслями вот есть мысли которые но они вот просто тревожные они возникают сами по себе никаких особых таких нет предпосылок мы называем это не мотивированные тревогой но этот тревожный фон он всегда у человека существует и как вот с ним побороться а ну вот тут задают вопросы уже вы поняли что я не в россии сейчас мы находимся так называемой зарубежной долговременной командировки она носит и обучающий характер и практикующий то есть полгода я работаю в россии и полгода обычно я работаю за рубежом чтобы понять что нового и свежего есть мировой психотерапии ну и сегодня я вам какие-то взгляды может быть свои или мировых каких-то тенденции и освещу если уважаемые друзья у вас есть по существу вопросы вы пишите потому что но задают не очень по существу например здравствуйте говорят ну конечно здравствуйте я всех вас рад видеть и прекрасно что вы с нами такой еще вопрос задают а как дела в майами значит но как вам в майами вот вопрос ну как в майами в принципе все неплохо немножко сегодня так вот пасмурно клауди как здесь говорят то есть тучки и был дождь я залез сегодня под навес ну тут видите вот на заднем плане есть так называемые скрины скрины которые защищают бассейн пул и чтобы листья не падали потому что на заднем фоне вы видите пальмы рядом есть манговые деревья очень интересно иногда бывает просто выйти и сорвать плод манга а чтобы не засорялся бассейн устраивают такие скрины ну и помимо того что здесь летом вообще сезон так называемые хурикейна то есть это шторма 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 штормы и какие-то ураганы даже бывают и в прошлом году был достаточно такой серьезный хурикейн шторм до 200 километров в час ветер так хорошо двигался в нашем направлении от океана что два дерева из шести манга срубила пополам они улетели в канал который вот здесь неподалеку слева канал по которому идет пресная вода для того чтобы люди могли брать воду из канала ну по специальной такой автоматической системе для поливания вот этого зеленого ковра который там есть вот на заднем плане газон и вот мы сегодня под навесом немножко пасмурно но это даже хорошо потому что жара в майами она такая серьезная до 40 до 45 градусов поэтому если мы сегодня так в прохладе в тенечке посидим я думаю что будет хорошо есть еще какие то у вас вопросы по существу друзья задавайте их пожалуйста ну вот вопрос ребенок не может найти общий язык со сверстниками вот это уже серьезный такой вопрос по существу я думаю что в процессе нашего сегодняшнего диалога я надеюсь у нас будет диалог а я не буду просто говорящей головой мы с вами это осветим здорово ну вот наши постоянные участники группы пишут что но Людмила Павловна Гасанова всегда участвует в нашем эфире я вас приветствую Людмила Павловна ну вот пишет здравствуйте Виктор Владимирович счастливо видеть вас и такие всякие поцелуйчики и прочие такие иконочки спасибо я вам тоже шлю всего-всего это наши друзья которые уже вышли из ранга пациентов они постоянно присутствуют в наших эфирах и я вам очень рад я хочу сказать что к нашему эфиру присоединяются не только пациенты но и мои коллеги коллеги врачи психотерапевты я обратил внимание что Екатерина Кричевская очень серьезный врач психотерапевт из города Екатеринбурга также помахала мне я я вам машу Екатерина вы делайте мне честь что следите за моим эфиром и так и коллеги и друзья и люди которые в первый раз к нам присоединяются все вот в нашем эфире они могут высказаться по любому вопросу психологического характера и так пока вы собираетесь с мыслями но вот пишут Майами шикарно скажите пожалуйста можно ли потерять контроль над собой при панических атаках но вопрос панических атак мы уже обсуждали но и у людей с паническими атаками со страхами это стволовая тема то есть они считают эти люди которые находятся в панической атаке что с ними что-то может случиться такое что будет реально угрожать их жизни и или не жизни но на самом деле люди с паническими атаками это уже я вам говорю как врач они по статистике переживают всех обыкновенных людей вы спросите почему потому что страх при панической атаке дает ускорение сердечно-сосудистой системе такое что удары сердца могут вообще до 200 в минуту доходить давление может подскакивать достаточно сильно и это очень тренирует сосуды сердца и сердечную мышцу в то время как человек который просто столкнулся с какой-то стрессовой ситуации дал реакцию организм может ее не выдержать а вот эти люди становятся такими тренированными и по статистике они тренируют свое сердце и сосуды до такой степени что живут до глубоких лет поэтому не психически не физиологически люди с паническими атаками никогда ничего дурного не смогут получить то есть это только вопрос тяжести мысли тяжести переживаний а физиологические жизни их ничего на самом деле не угрожает мы уже об этом говорили но возможно мы еще коснемся в следующих эфирах может быть отдельную тему еще этому посвятим спасибо ну вот еще пишут в америке много психов вы согласны поэтому там сильно развита психотерапия ну я думаю что это несколько вульгарный вопрос такой у людей которые ну может быть часто смотрят телевизор или там читают какие-то детективные книги понимаете вот составляющая нездоровых психических людей в мире является константой то есть по сути говоря она не меняется это процентная планка то есть мы можем взять любой район нашей страны америки африки чего угодно по статистике есть ее правильно собирать не политизированная то это будет определенный процент который может но колебаться от четырех процентов до десяти процентов максимум населения то есть это в принципе одинаковая цифра для любого общества но почему там вот здесь где я сейчас нахожусь в америке развита психотерапия это не потому что очень много психов как вы пишете а потому что культура обращения к врачу психотерапевту находится совершенно на ином уровне и специалистов готовится очень много такого плана то есть люди всегда имеют возможность обратиться к специалисту буквально но это как next door это следующая дверь то всегда рядом где вы живете есть офис врача психотерапевта который говорит вам welcome то есть вы сидите или ходите тут рядом вот вот офис рядом буквально следующая дверь у вас где-то вот в вашем наиберхуде где вы живете но в вашем селении и вы думаете ага ну вот офис туда люди заходят дверь открывается закрывается может и мне тоже зайти если люди ходят все живы здоровы никто дикник не погиб от визита к врачу психотерапевту а у меня есть проблема которая меня беспокоит но почему бы мне не сходить и у профессионала не попробовать разрешить свою проблему и поэтому поход к врачу психотерапевту это очень буднично это очень необычно не потому что вы псих а потому что вы культурный воспитанный человек наши люди обычно решает все вопросы сами они считают что это как-то по-мужски мужчине мужчины вообще не ходят женщины тоже значит не доверяют тут ведь знаете многих разных специалистов полно пойдешь потом там что-нибудь тебе наколдуют ведь много экстрасенсов колдунов и прочего ко мне недавно обратилась пациентка пройдя уже очень много экстрасенсов колдунов народных целителей и и наконец-то попала к врачу психотерапевту врач психотерапевт это врач психиатр понимаете изначально то есть человек с медицинским высшим образованием то есть отработал в психиатрической клинике знает что такое психическая патология как с ней бороться методом лекарственной терапии а потом перерос перерос эту стадию лекарственной терапии и уже стал заниматься методами именно психотерапии это лечение словом технологиями определенным и вот пришла эта дама и говорит мне о том что когда-то у них там с мамой была проблема по здоровью но мама тяжело болела а сестра которая жила непосредственно в доме где мама находилась взяла как говорится всю полноту ответственности на себя она была одинокая эта сестра семьи не было и вот наконец-то ее востребованность появилась то есть она может теперь дело сделать настоящее оказать помощь маме которая наконец-то вот ну оценила что дочь добра ответственно потому что в ее жизни ничего не происходило и тут появилось такое огромное дело спасать мать а та сестра то есть ее сестра которая жила своей жизнью она жила своей семьей детьми она приходила но уходила а та жила и делала все что могла и вот на этой почве что замужняя сестра не так сильно много времени уделяет или еще какие-то были моменты они поссорились с сестрой и та одинокая сестра у которой была миссия спасать мать она запретила доступ вот этой дочери которая имела свою семью в дом то есть запретила доступ к телу матери практически на этой почве они бились та не пускала буквально к матери грудью стояла на пороге дома и отчаившись вот эта сестра которая имела свою семью обратилась к какой-то народной целительнице которая сказала принесите фотографию мы сейчас проткнем иглами фотографию вашей сестры потом посыпем землю на эту фотографию потом вы ее должны выкинуть что она все и сделала и якобы это должно было помочь тому чтобы сестра оттаяла и пустила к умирающей матери ну в общем ничего конечно не случилось сестра не подобрела в дом не пустила мама умерла эта сестра значит дочь так и не попрощалась с матерью мало этого у нее возникло чувство вины за то что она что-то якобы сделала дурное то есть сестре которая вот там охраняла тело матери и до того дошло что она уже не жить не может не думать ни о чем не может тут у нее тревога постоянное беспокойство за то что она сделала что-то плохое на самом деле они уже с сестрой потом помирились а вот эта тайна которую она не может ей рассказать ее беспокоит тревожит вся семья уже стоит как говорится на бровях и муж ее и сын никто не может ничем ей помочь потому что она постоянно тревожится не спит не ест и все время думает об этом значит уважаемые друзья значит вы обращайтесь пожалуйста к врачам психотерапевтам просто совет дружеский они психиатры и никогда не сделают ничего такого что потом вас заставит думать о том что вы сделали что-то совершенно неверное и тем самым у вас вот возникнут еще более серьезные патологии мы с этой женщиной поработали все убрали что необходимо вот это посттравматическое стрессовое расстройство плюс такой импритинг впечатывание в ее подсознание чувство вины и естественно она пришла в себя все сейчас работает все замечательно ну это к тому что вот вопрос то изначально был в чем что вот сходишь какому-нибудь колдуну экстрасенсу все же сейчас принимают вывески у всех психолог а кто такой психолог у нас даже нет такой трактовки да это может быть человек который пару-тройку курсов посетил психологических где-то там месячных и все и вывеску психолог сделал и на другой стороне находятся врачи психиатры психотерапевты которые ну 6 лет учатся в институте потом у них значит там вся жизнь это учеба то есть понимаете все размыто и люди не знают кому обратиться поэтому мой совет обращайтесь к врачу психотерапевту это заведомо не будет никакого вреда а может даже и польза будет скорее всего ну вот это по психотерапии поговорили использовали вы трансовые методики в лечебной влечении зависимости именно алкогольной и наркотической ну я вот представился что я врач-психотерапевт и трансовые методики так называемые эриксоновский гипноз эриксонская терапия является основным видом моей деятельности то есть мы сегодня вот в нашей теме поговорим она перекликается с темой тревожности что люди которые имеют немотивированную тревогу они пытаются себе как-то помочь ну вот алкоголем или наркотическими веществами так сказать отвлечься или такими вот неестественными транквилизаторами убрать свою тревогу а потом это их затягивает до такой степени что они не знают как из этого вырваться и только погружение в трансовое состояние способность выйти из этого рационального обдумывания может реально убрать зависимость от наркотиков или от алкоголя таких пациентов у меня за 30 лет прошло несколько десятков тысяч поэтому опыт в этом колоссальной милости просим в личное сообщение напишите мне вашу проблему мы может быть проведем личный сеанс или по скайп или когда я вернусь где-то в октябре в Россию пожалуйста вы можете к нам обратиться на прием в офис или по скайп это современная технология так же эффективно работает как мы лично с вами встречаемся везде в автобусах реклама для тех у кого проблемы вот именно в автобусах все обклеено я согласен действительно приложений много на рынке этих вот услуг просто шабаш настоящий творится надеюсь что мы когда-нибудь все-таки придем к упорядочению этой ситуации я не понимаю как может лечить алкоголь психолог например он не знают ни физиологии ни патологические не физиологической он не знает анатомию нормальную и патологическую он не знает биохимию и многие-многие вещи он не знает он не знает нозологии клинику надо просто работать врачом наркологом прежде чем вы будете браться за такую патологию а по закону вообще алкоголь нельзя лечить психологу только врачу поэтому к сожалению очень много людей необразованных некомпетентных берутся за лечение а потом они не достигая эффекта полностью приводят к разочарованию пациентов ну а врач психотерапевт он подбирает тяжело или смертельно раненых потому что он в автобусах не рекламируется где уже десять раз пролечился этот человек и вот ему приходится возвращать в мирное поле как говорится с военных боевых действий нормального зависимого пациента но зато иногда бывает одного сеанса когда достаточно полностью убрать ситуацию ну вот вроде бы все да вы не сказали про ребенка с проблемой в отношениях со сверстниками ну вот кстати давайте мы сейчас и к этому перейдем я всех приветствую кому еще не ответил постараюсь по ходу эфира ответить или вынесем за пределы сегодняшней встречи ваши вопросы на которые я не ответил пишите может быть мы прицельно этому посвятим время итак друзья вот тема которая победила на сегодня это тема как бороться с немотивированной тревогой итак немотивированная тревога возникает всегда не на пустом месте вы знаете все наши проблемы родом из детства и перекликаясь с вашим вопросом вот человек юный юноша там или ребенок не может найти каких-то общих тем для разговоров или просто контакта со сверстниками и это его очень сильно комплексует ну и так далее так вот в этом то и проблема виноваты всегда родители то есть детских болезней не существует друзья есть только болезни семьи или родителей итак если в раннем детстве вы постоянно одергиваете своего ребенка не даете ему прожить свой собственный жизненный опыт вы тем самым выращиваете инфантильного ребенка который все время сидит смотрит по сторонам но свою жизнь не проживает сидит и смотрит по сторонам потому что вы его напугали в раннем детстве туда не ходи это не делай это нехорошо это вообще отвратительно весь мир враждебный вы никогда значит не знаете что думает там другой человек и вот по сути говоря вы все время бьете по рукам своего собственного ребенка и он уже в детстве запуган до такой степени что он не в состоянии общаться с детьми своего возраста строить какие-то планы на будущее потому что мир его уже страшит через вас то есть по сути говоря у него очень много запретов ребенок не может общаться потому что он не доверяет миру и детям и сверстникам и представьте себе что такой ребенок растет растет себе проблемы наворачиваются одна на другую все время он сталкивается с внутренними ограничениями которые уже вколочены в его подсознательный разум и на уровне сознания объяснено родителями и вот эти постоянные запреты которые он нарушить не может а желание внутри ему говорят что вроде бы как хочется но колется но мама не дает а рождает так называемый внутри личностный конфликт внутри личностный конфликт возникает где-то глубоко на личностном уровне он его забывает не осознает что у него есть масса желаний но по морально-этическим соображениям он себе это позволить не может он запрещает себе этот человек и неважно мужчина это или женщина не имеет никакого значения главное что есть запреты и есть желания борьба запретов и желаний рождает постоянную немотивированную тревогу то есть человек постоянно думает о плохом его что-то беспокоит он беспокоится о себе он беспокоится о близких людях он беспокоится о своем ребенке о своей жене или мужа о родителях то есть тема для беспокойства никогда не угасает вот этот тлеющий режим тревоги еще раз повторяю возникает по причине воспитания ваших родителей скажите им большой респект что они вас так воспитали обратите внимание что люди которые жили ну в кавычках на улице проживали такую вот немножко жизнь более свободную не в рамках того домашнего ребенка который вот имеет место быть в некоторых семьях они как правило обладают большей смелостью большей вариативностью в поведении то есть они многое прошли у них есть жизненный опыт они многого боялись реально и преодолели свои страхи на улице поэтому уважаемые друзья конечно я не предлагаю домашних детей выкинуть на улицу они может там погибнут буквально на вторые сутки но тем не менее как же бороться с этой немотивированной тревогой вопрос если вы уже находитесь в зрелом возрасте если вы уже находитесь в таком вот осознанном возрасте а тревога есть и вы не знаете как с ней бороться значит есть единственный способ который реально работает кстати этот вопрос сегодня был в нашем чате вот используете ли вы трансовые технологии в борьбе с зависимостями значит и еще раз обращаю ваше внимание вы можете использовать все что угодно любые методы то есть методы какие у нас народные есть тревога что-то беспокоит взял пол-литру выпил нет тревоги или допустим взял там какую-нибудь сигару дорогую сидишь там ее куришь и вот тоже вроде тревогу убираешь или значит начинаешь бродить по району искать какое-то приключение свою агрессию или тревогу которая существует удовлетворяешь в результате какого-то конфликта сколько агрессивных людей таких ходят везде или вы ищете какое-то приключение сексуального характера вне вашей семьи вне брака то есть вот такие вот деликвентные способы они как вам первоначально кажется помогают но когда вы уже делаете это плохое скажем так у вас наступает еще большее чувство вины и это не приносит никакого удовлетворения наоборот только накручивает проблемы потому что от поступка идут еще потом последствия вы понимаете о чем я говорю а они еще больше вколачивают вас в тревожный фон вот эти вот какие-то доморощенные способы снятия тревоги я бы вам не рекомендовал использовать совершенно точно как врач-психотерапевт а обратиться к каким-то иным ресурсным состояниям ну это может быть как момент отвлечения книга какие-то там занятия спортом пребывание в ресурсной среде ваших любимых и близких людей проводить вместе время сходить в парк покататься на роликах там с семьей на санках лыжи снежки да что угодно то есть вы вместе с приятными людьми находитесь вам в приятном времяпрепровождении или в приятном хобби это может быть поход в какое-то ресурсное место любые большие географические какие-то образования лес море озеро река горы они всегда дают какой-то ресурс то есть вы получаете от этих больших географических каких-то образований пользу какую-то поддержку ресурсное состояние если вы не можете поехать к морю если вы не можете муж у вас все время работает трудоголик но вы к нему хорошо относитесь он вроде как деньги зарабатывает а может не вроде бы а на самом деле хорошие деньги и вот ему некогда он на работе дети в свою жизнь проживают а вы вот одна или один что вам делать море значит от вас пока закрытое может по экономическим соображениям поехать никуда не можете тогда что есть прекрасная штука трансовые состояния трансовые состояния это естественная вещь которая приходит к вам несколько раз в день когда вы читаете книгу вы вроде бы там в материале и в то же время вы уже где-то не здесь вы отвлекаетесь своим сознательным или бессознательным разумом и вроде бы читаете книгу вроде бы здесь и в то же время вы присутствуете среди героев этого повествования то же самое просмотр фильма вы пытаетесь следовать за конвой повествование и уходите куда-то из этой реальности даже люди которые управляют автомобилем они вот тоже могут делать какие-то механические движения там держать руль педаль и так далее на самом деле мыслями они где-то далеко от этой реальности поэтому естественные трансовые состояния они нам свойственны они несколько раз в сутки нас посещают и давайте сейчас мы с вами просто некую модель того что вы можете сделать себе как в помощь чтобы остановить эту внутреннюю тревожность и проведем пожалуйста если вы сейчас находитесь у себя дома или в какой-то обстановке которая более-менее располагает к этому пожалуйста устройте ваши руки отдельно одна от другой ноги поставьте отдельно одна от другой чтобы они не перекрещивались и чтобы вы не баловались пальцами рук ног и так далее устройте вашу спину где-то позади вас чтобы была опора и пожалуйста сделайте свободный глубокий вдох и с выдохом отправляйтесь куда-то глубже-глубже внутрь себя вы можете закрыть глаза или не закрывать глаза это не имеет никакого значения вы просто уходите куда-то глубже-глубже внутрь себя так глубоко и так далеко как только это возможно обретая какой-то внутренний покой и безразличие ко всему что происходит вокруг вас я подчеркиваю безразличие потому что вам абсолютно наплевать что происходит вокруг вас весь фокус внимания вы сосредотачиваете на себе где-то внутри вас есть некая такая спокойная легкая реальность которой вы обращаете свое внимание вы уходите так глубоко и так далеко к самому центру души вашей если есть душа это большой секрет и никто не знает есть ли она или нет может быть это просто метафора и обратитесь к этой метафоре как будто внутри вас у вас есть что-то важное то что и составляет вашу самость ваше внутреннее я все звуки которые есть вокруг вас они теряют всякий смысл даже этот самолет который сейчас пролетает где-то над моей головой не имеет для меня никакого значения хотя я знаю что там летят люди в майами чтобы принять какие-то прекрасные водные процедуры в атлантическом океане может быть они просто хотят побыть наедине с собою потому что устали от своего внутреннего монолога или диалога или дискуссии и они просто хотят покоя как и вы тоже обратите внимание что вокруг вас может происходить все что угодно но вам это вообще не важно важно то что происходит с вами и когда вы остались наедине с собою когда все звуки не звуки когда все что вы видите вы не видите все что вы чувствуете вы не чувствуете когда вы настроены на внутреннее единство целостность спокойствие умиротворение и безразличие равнодушие ко всему что происходит вне вас самих возникает внутреннее успокоение комфортное состояние легкости радости улыбки внутреннего смеха когда все о чем вы тревожились и беспокоились вообще нелепо нелепо по одной единственной причине потому что ничего дурного сейчас не происходит сейчас вы в покое и все живы и целы ваша тревога народом откуда-то из прошлого там где-то за спиной это ваш бэкграунд что-то вас пугало там в прошлом но прошлое это окончательно прошло нет его оно кончилось прошлое есть и будущее которое страшит тревожит беспокоит но вы же мозгом своим понимаете что будущее еще не наступило нет его а что есть есть сейчас здесь и теперь то состояние в котором вы пребываете оно хорошее и комфортное оно легкое оно приятное для вас и еще более приятным вам будет от той мысли что вы это состояние переведете в ту жизнь которую вы сейчас будете продолжать жить буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в свое естественное состояние но эти пять десять минут которые вы провели в естественном трансе наедине с собою является колоссально терапевтично и поэтому я не удивлюсь если вы почувствуете себя совершенно отдохнувшими легкими набравшимися сил и вам будет хорошо и приятно в этой нормальной реальности в которую мы сейчас возвращаемся вы сейчас сладко-сладко потянетесь можете ручки так кверху потянуть помассировать лоб голову плечи немножко так подвигать если вы закрывали глаза откройте их если не закрывали значит прекрасно вы меня видите по-прежнему но внутри вас уже произошло нечто лечебное способное успокоить этот внутренний диалог и тревожность сейчас вы можете поставить себе какие-то задачи или отдохнуть потому что время уже может быть близко к вечеру или может быть какие-то составить планы на завтрашний день я же с вами прощаюсь уважаемые друзья некую модель трансового состояния сегодня вам преподал вы можете делать это дома столько сколько хотите это не вредно это полезно и может быть в следующих наших программах мы вообще будем проводить более длинные эти трансовые занятия если вам это конечно придется или пришлось по душе пишите мне любые вопросы уважаемые друзья в следующую субботу также в 20 часов по Екатеринбургу или в 18 часов по Москве мы встречаемся с вами с вашими вопросами за неделю определитесь и будем работать с теми вопросами которые будут для вас актуальны на сегодня все ваш врач психотерапевт Гужагин Виктор Владимирович из Майами если есть личная проблема пишите мне в личное сообщение ставьте такие вот знаки что вам понравилось если вам понравилось и мы с вами проведем может быть личную встречу по скайп или просто напишите мне ваш вопрос спасибо всего доброго отключаюсь до свидания